Очень и очень сложные участки, говорит Катарина, и естественно наш корреспондент желает ей удачи в сегодняшнем соревновании. Это сегодняшнее интервью, как вы видели, было взято совсем вот недавно, после просмотра первой попытки. Ну и вот это раннее время начала, вы понимаете, что сейчас в Австрии всего лишь 10 часов утра, но посмотрите, трибуны заполнены и ожидают старта, конечно, в том числе и болельщики, как и мы с вами. Ну, пока сделаем небольшую паузу. Продолжаем нашу прямую трансляцию, уважаемые телезрители. Итак, стартовый протокол сегодняшнего слалома. Начинать у нас гонку будет Катарина Трупп и Австрика, ну и далее. Далее та же самая сильнейшая группа, что и на предыдущем этапе. Мы видим здесь и Вылхова, и Шефрин. Две основные фаворитки прямо друг за другом в начале гонки. Холденер, Линсбергер, Хаверлозе, Цвин Ларсен. Ну и сильнейшая семерка, ну и далее. Вы все видите на экране, всего 70 участниц, друзья. Вот Петру Вылхову мы еще разочек застали. Посмотрите, здесь снега нет, как видите, в лесу. Прямо около трассы, да, и вот она разминается. Такую серьезную, с отягощениями разминку делает Петра Вылхова. А это Свен Ларсен тоже, видите, тут на травке пристроилась. Ну любят, мы видим, да. Если вот замечаем на женском Кубке мира, вот как-то любят уединяться девушки. Да, Шифриен часто уходит в сторону, чтобы, наверное, никого не видеть, настроиться. Вылхова тоже самое делает. Ну, тут, в общем-то, все по-разному. А есть спортсменки, которые не могут. Наоборот, им нужно общение. Они как-то с тренером, там, с массажистом стараются общаться, отлечься от гонки, может быть, для того, чтобы сбить волнение. Ну, это вот просто говорит о том, что разные подходы у всех, индивидуальные. Ну, в принципе, так, наверное, и должно быть. Катарина Труппе, вот она стоит уже, видите, в стартовой калитке. Я напомню, что у нас третий в сезоне с Лалом по программе Кубка мира. И соревнования, естественно, в Линце. И постановщик трассы Яна Хаарала. Это тренер команды Норвегии. Он сегодня поставил первую трассу. И 66. Ну, такая, вы знаете, если мы вчера во время гиганта говорили, что коротковатая трасса, да, по меркам Кубка мира, то вот с Лалом-то как раз нет. Очень приличное количество ворот, длина, перепад. Все здесь на таком очень высоком уровне. Ну, и, как мы знаем, жесткая очень трасса. И шикарная просто сегодня температура. Погода минус 5 градусов. Просто здорово. Катарина Труппе, вы видите, пока. Ну, так бодренько, весело, в хорошем темпе. Пока видим постановка хорошая. Ну, я имею в виду, что я имею в виду под хорошие. То, что, судя по всему, позволяет ритм. Ритм хороший удерживать. Без каких-либо затычек, сбоев. Да, 55-97. Первый результат. И так вроде бы смотрелось Катарина совсем неплохо. Но, сами понимаете, когда пойдет шифрин, то, может быть, мы и разочаруемся в проезде Австрики. Кто его знает. Все-таки, друзья, когда доходит дело до женских горных лыж, тем более для Слалома, вы понимаете, здесь фаворит один. Самый главный на ступеньку выше остальных. Это, конечно, Миколай Шифрин. И, пожалуй, еще вот Петра Вылхова. Петра Вылхова. Ну, я вам скажу один факт, сногсшибающий факт, что за последние три сезона, то есть третий сезон, только Шифрин и Вылхова выиграют Слалом. Представляете? Причем 22 победы у Шифрин, 4 победы вот у Петры, которую мы видим. И все, больше никто не побеждал. Так, Петра начинает гораздо лучше Австрики, мы видим. Очень компактная стойка, закрытая стойка, как всегда мы говорим про Петру. Никаких лишних движений, все точно. Ну, вот как механизм работает Петра для Слалома, это, конечно, здорово. Сейчас такая постановка вопроса, но на уровне Шифрин, опять же, это не всегда смотрится быстро. Но мы, как всегда, надеемся, при каждом старте с Слалома, надеемся, что будет битва все-таки, а не будет преимущество там Шифрин и Вылховой над всеми. Ну, вот, пожалуйста, да, вроде бы, когда вот смотришь первый заезд Австрики, ну, вроде бы неплохо, да, и проходит Вылхово, и оказывается, что на самом деле идти можно намного быстрее, более чем на секунду, как сейчас нам Петра показала. Ох, как чисто еще вдобавок, да, вот. Короткие виражи с Слалом, если вы не понимаете, расстояние между ворот всего лишь 10 метров, и надо умудряться все равно чисто проводить лыжи, чисто проводить лыжи. Ну, вот видите на экране, да, рекорд уже всех времен и народов, уже 42 победы в Слаломе за всю историю. Нет ни у кого в Слаломе столько побед, друзья. Даже у Стэнмарка нет. Даже у Линсиона, или возьмите кого другого, в Шифрин 42 победы в таком еще молодом возрасте. Правда, у Стэнмарка в другой дисциплине побольше побед, 46 в гиганте. Но скоро я чувствую, что Шифрин и этот рекорд перебьет. Посмотрите, маленький сбой-то был, и у Шифрины, и она проигрывает. Но, в общем-то, практически одинаково, согласитесь. И по-третьему, вообще по всей трассе, тут разница просто минимальная. У Словачки и у Американки, ну, вот на финише накатило. И причем такое бывает, наверное, в 90% случаях, да, согласитесь? Когда Шифрин идет еще на равных соперницах, ну, вот финишную часть, ну, как правило, финишные там последние 10 условно ворот, она накатывает всегда быстрее все. Да, красиво, да? Ничего не скажешь. Ну что же, быстро кризис свой преодолела Микаэла Шифрин, хотя она сказала вчера в интервью, что никакого кризиса у нее на самом деле не было. Но мы под этим подразумеваем 17-е место у нее в гиганте в Куршевеле 10 дней назад. Ну, а она сказала, так намекнула, что просто был не мой день. И такого больше, опять же, дала понять, что такого больше не повторится. Ну, принимаем все как есть с ее слов. Друзья, ну, что касается Венди Холденера, вот она на трассе, то у нее обратная ситуация, если сравнивать Шифрин, и виновницей как раз является Микаэла, потому что 22 подиума, друзья, у Венди и ни одной победы. То есть все наоборот, если сравнивать Шифрин. 22 подиума, 23 подиума с лалами. И победа. Даже не знаю, какое подобрать слово, да. Погоня за победой продолжается уже несколько лет. Ну, вот видите, она проигрывает и Вылховой, и Шифрин. Причем проигрывает много, так что, может быть, все это и по делу, да. Вот эти только вторые и третьи места. Венди Холденер. Катарина Линсбергер, австрийка вторая. Ну, что же, может быть, на волне вот вчерашнего успеха. Смотрите, в прошлом сезоне она во Флахау была на подиуме. Флахау, кстати, скоро опять в женском календаре Кубка мира. Хороший, уверенный на начало. Молодец. Знаете, очень нам понятно, когда мы узнаем, что у Шифрин, допустим, у Вылховой, очень много и персональных болельщиков. Естественно, в первую очередь там земляки болеют, да и из других странах тоже. Ну, вот, вы знаете, вот я вот когда смотрю на женский слава, мне кажется, вот, чтобы хотя бы завязали борьбу такие люди, как Линсбергер, как Свен Ларсон. Завязали бы борьбу с Шифрин, с Вылховой. Было бы, конечно, бы очень интересно, но пока не получается. Пока не получается. И Линсберг, ну, Линсберг, по крайней мере, приближается. Молодец, молодец. Она приближается к лидерам. И такое отставание приемлемое, я бы сказал. 76 соток. Как мы видим, она проигрывает. Ну, улыбка, конечно, у Катарины просто с лица не сходит. И вчера, и сегодня мы все это видели. Показывает нам большой палец Шифрин. Ну, это понятно. Ну, что, а сейчас две скандинавки подряд. Может быть, они включатся тоже в борьбу. Нина Хаверлозе, в первую очередь. Вот она стартовала, норвежка. И за ней Свен Ларс. Смотрите, какая ровная и жесткая трасса. Хорошо видно, да? Вот, когда нам дают еще и такой крупный план. Со старта особенно. Ну, опять вот эта игра света и тени. Мы вчера замечали, что не всем спортсменкам нравилось на гиганте. Действительно было сложно, да? Ну, слава, это поменьше скорость. Трасса намного короче. Все-таки здесь полегче. В этом плане видимость идеальная, само собой. Ну, видите, да? Свет, тень, свет, тень. Финишная часть полностью сейчас в тени. Но здесь накатывать надо. Вот какая разница по сравнению с Шифрином, а? Я не думаю, что она тут подустала. Ну, шла ведь на очень хороший результат. И так, в принципе, неплохо. Третье место. 70. Она даже у Линсберга, видите, несколько соточек выиграла. Но в концовке. Опять же, 66 ворот. Это, в общем-то, для женского слалома приличная такая величина. Конечно, не сравнить с Загребом. У нас, кстати, в Загребе следующий этап слалома. Там, помните, там под 75, может быть, у женщин вполне. Там длинная очень трасса. Но даже 65 не хватает темпа некоторым девушкам. В концовке, именно в концовке. С Вен-Ларцем. Ну, она на уровне. Как и в прошлом сезоне, так и в начале нынешнего. Анна четвертая была на первом этапе и третья на втором. То есть, видите, стабильность, конечно, приличная. Смотрите, более размашистые такие движения, если сравнивать с соперницами. А, друзья, тут, в общем-то, легко объясняется. Она ростом повыше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, да. И вроде бы в хорошей форме. И пошло все нормально у Ларсона. Ну, вот видите, первая из сильнейшей группы спортсменка сходит с трассы. Обидно. Вот нам дают повтор. Что тут произошло? Опаздывала. Видите, она уже просто бросала ноги. И тут еще коварный вираж под снос. Вот перед этими вертикальными воротами. В общем-то, все логично. Логично. Вот, видите, она опаздывает. Что и остается? Она просто бросает ноги. Тут уже недоведение. Но это уже на грани всегда падения. Вот такие движения. И, в принципе, неудивительно, что так произошло. Да. Да, показали нам реакцию шведских тренеров. Понятно. Такое не может обрадовать. Ну, а сейчас две канадки подряд. Вот Воли Жребия. Ларан Сан-Жерман и Рони Реме подряд. Канадок, вот, в отличие как раз от скандинавок, мы так справедливо на первых этапах критиковали по делу. Потому что явно прослеживалась их неготовность сезону. Не знаю, по каким причинам. Что там было, почему. Но выглядели слабо. Причем вся канадская команда. Даже не можно не рассуждать об одной какой-то спортсменке. Ну, в частности, вот, Ларан Сан-Жерман, да? Ну, вот, полсекунды отставания. Это по сегодняшним раскладам еще терпимо для канадки. Главное, еще столько же не проиграть на финише. Да, столько же проигрывает. Секунда получается, и это все-таки неплохо. На предыдущих стартах мы видели, было намного хуже. Но, может быть, форму набирает. А с другой стороны, я посмотрел, друзья, действительно, грамотная постановка. Никаких таких затычек особых нет. Идется трасса хорошо. И так же Сан-Жерман, которая девушка очень крупная, вы видите, высокая. И в то же время, я смотрю, ей было достаточно комфортно. Бывает, когда очень закрыта, очень узкая постановка трассы. Вот тогда, конечно, таким высоким девушкам, как вот Свин Ларсон, Сан-Жерман, им, конечно, труднее приходится. Ронни Рэме. Ну, вот единственная из Канады, кто на последнем этапе в десятку попала, это вот как раз вот эта девушка Ронни Рэме. Посмотрите, она, конечно, по сравнению со своей подругой Сан-Жерман, она намного, видите, меньше, ростиком такая крепенькая, быстрая девушка. Ну, слишком артистично, слишком правильно иногда мы говорим, да, как по учебнику старается работать. Мощности, конечно, не хватает. Да, тут еще, видите, тоже финишный темп, конечно, слабый. Ну, вот смотрите, она по всей трассе, видите, почти две секунды проиграла. А я вот смотрю чисто на нижнюю часть, там нижняя часть на 15 секунд, да, 17 секунд, если быть точным. Так вот, на самом финише она проиграла секунду, представляете, на таком достаточно коротком отрезке. О, посмотрите, посмотрите, в роли тренера, можно сказать, выступает Микаэла. Как она, с каким энтузиазмом она подсказывает кому-то из своих девчонок, естественно. Я думаю, что Паула Мольцин там на старте будет стартовать. И вот очень, посмотрите, подробно, очень так жестко, можно даже сказать, объясняет она Пауле. Давай, давай, все идет, все можно. Ну, это такая командная работа, она во всех сборных присутствует практически. Мы частенько все это видим, такая взаимопомощь. И опять же, подтверждение того, что горные лыжи – это не чистый индивидуальный вид спорта. Его трудно назвать, потому что, вот, единственное, конечно, сам момент прохождения, один на один с трассы, это понятно. А вся остальная работа – это чисто командная. Разминки, сборы, всякие разборы полетов и так далее, и так далее. Все это уже индивидуально не назовешь. Молодец, молодец, Ирена-то. Ну, со стартом приемлемо хотя бы, я бы так сказал. Ирена Куртони, которая вполне возможно завершает карьеру после нынешнего сезона. Ну, конечно, хотелось бы завершать карьеру на хорошей волне, да, а не просто докатывать там кое-как до финиша. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Потому что в других дисциплинах не очень-то все получается у Куртони. Да и тем более, что у итальянской команды стартовать-то по большому счету некому, представляете? У нас в первой тридцатке, в сорока почти, только две итальянки. И причем основная эта надежда, как ни странно, у итальянцев на бриньоны. Бриньоны, которые все виды ходят, все дисциплины. Вот и слалами от нее итальянцы тоже чего-то ждут. Ну, Мельк завершила, вы помните, карьеру два года назад. В прошлом году Кастаца, такие уже возрастные девушки, тоже завершила карьеру. И вот молодежь не успела подтянуться, и вот такая вот дыра получилась у итальянцев. Но есть у них одна девочка, еще пока далекий, 36-й номер, Лара Деломеа. Мне кажется, способная девчонка, 20 лет ей всего лишь, она будет сегодня стартовать тоже. Но это практически все у итальянцев. А сейчас у нас команда Германии в лице Лены Дюр. Ну, у Лены тоже пока были до этого невразительные старты. Десятое место в Леве, да, насколько я помню. Ну, и в Киллингтоне она совсем там еле-еле. Было такое впечатление, что или болеет, или плохо себя чувствует. Так слабо выступала. Но вот сейчас прошла достойно Лена Дюр. 99-сот такое символичное, да, число в секунду. И это шестое место для Лены Дюр. Ну, еще Аккерман, конечно, есть, ей достался сегодня 15-й номер. Посмотрим, потому что Аккерман посильнее, чем Лена смотрелась в Киллингтоне. Вообще была очень хороша. Кристина Аккерман. А пока у нас Катарина Гальхубер. 22 года молодая тоже надежда австрийской команды вернулась после травмы. Олимпийский призер, друзья, немного не мало все-таки. Может быть, она присоединится к Линсбергеру в плане атаки на Шифрины Вилхову. Первая часть, видите, достаточно крутая. Ну, то же самое, что и в Гиганте. Такой профиль, линсы, старт и финиш достаточно крутые. Средняя часть, можно сказать, пологая. Хотя рельеф очень разнообразный на этой трассе, которая называется Шлоссберг. Побыстрее, побыстрее. Вот так вот. Ну, еще быстрее. Там никаких особо проблем. Да, чуть-чуть покруче. Вот отсюда видно, да, финишный спад. Ну, поставлено достаточно свободно. Можно атаковать. Я не знаю, почему девушки нижнюю часть, вот как Шифрин, не идут. Да, вообще, без каких-либо сомнений. Там все понятно и ясно. Тринадцатый номер сегодня достался Мишель Гизин, как мы видим. Ну, Мишель, в принципе, никогда не была вот чисто с ламисткой супер уровня. Видите, у нее лучший карьерный результат, пятое место. Комбинация. У нее вид, как вот если по аналогии с мужскими соревнованиями, как Пентуро, да, силен в комбинации, безусловно. А сегодня я почему вспоминаю об этом, друзья. Сегодня у нас с вами четыре трансляции, потому что две попытки у женщин, две попытки у мужчин. Все будет идти подряд. Я напоминаю, что в Бормео, в итальянском, сегодня мужчины вот совсем скоро уже выйдут на старт первой в сезоне комбинации, альпийской комбинации. И мы, конечно же, будем вовремя туда переключаться и смотреть в прямом эфире, само собой, мужские соревнования. Ну а Гизин смотрится очень прилично. Смотрите, она посвобо... Ой, жалко, сбой был, а? Ну, только хотелось похвалить за легкость. Вы знаете, действительно так и есть. Она шла очень свободно до вот этой ошибки. Гизин, я думаю, мог быть даже третий результат. Вот, вот, видите, что здесь? Врубились лыжи как-то. Сбой вот именно по темпу пришлось тормозить. Жаль. Вполне могла пройти побыстрее. И вот свободу такую она нам хорошо продемонстрировала. Не было такой закрепоченности, как у многих спортсменок. Легко, свободно работала Мишель. Кристин Лис дал. Команды Норвегии. Ну, норвежки хороши. Мы почти на каждом этапе об этом говорим. Гиганти особенно, да. И даже, как ни странно, подтягиваются и в скоростных дисциплинах. Хотя там нет же лидера команды, Мовенкель травмированный. Но все равно они не сдаются ни в коем случае. Из каждого этапа пытаются взять максимум возможного. Лиз дал. Ну, вот вчера на такое впечатление тоже как-то тяжеловато выглядело. Хотя об усталости, наверное, рановато говорить. Да, Кубок мира в этом году очень тяжелый, длинный. Много стартов запланировано. Но пока то, что прошло, в общем-то, не было такого, я считаю, особого напряжения. Тем более, опять же, предыдущий этап был отменен в Альдезере. Меньше двух секунд. Ну, не знаю, как это оценивать. Вряд ли все с плюсом. Еще раз повторюсь, хорошие условия сегодня. И для всех спортсменок, я думаю, что трасса не разобьется. Потому что очень жесткий снег. Так что, в принципе, из далеких номеров можно было бы тоже атаковать. Четвертый результат. Это лучшее, что у нее есть в Линце. Именно в Линце. Кристина Аккерман. Еще раз напоминаю, Кристина Гайгер была у нас. Она до нынешнего сезона вышла замуж. И теперь вот у нее она выступает под фамилией Аккерман. Я думаю, уже привыкли. Ведь уже не первый старт. В принципе, по прошлому этапу мы ее вообще оценивали как потенциального призера. Четвертое место у нее было в Киллингтоне. И сейчас, в общем-то, смотрится неплохо. Вот то, хватит ли сил. Быстро надо. Вот здесь быстрее, быстрее. Ну, прямо почти стоит. Да, то же самое. Согласитесь, что у Дюр и что у Гизин. Но не тянут они на нижней части. Почему не ускоряются, непонятно. Так, ну что, первая сильнейшая группа у нас отстартовала. И, наверное, как обычно вообще-то по плану, мы делаем небольшую паузу. Возвращаемся в Линдс. Друзья, ожидаемое лидерство Микэлы Шифрин. Но, согласитесь, Петра Волхова попыталась дать ей бой. В общем-то, это у нее получилось. Да, 26 сотых. Пока разделяют двух главных фавориток. Ну и дальше Хавер Лозет и Лисбергер, которая явно на своих трассах, на домашних трассах хорошо выступает. Как вчера, так и сегодня. Первую попытку прошла тоже очень прилично. Ну, а у нас уже вторая группа начинает борьбу. Это Катарина Хубер. Опять же, команда Афтрин. Алин Даньо, Мельцинский, Хольтман, Викстрюм. Ну, такие серьезные фамилии, да? И Мелани Меяр, друзья. Вот что приятно-то. Я думаю, сейчас те люди, кто следит достаточно подробно за женским Кубком мира, соскучились. Два года не было так талантливой спортсменки. И у нее серьезно были связки травмированные. Еще на прошлой Олимпиаде, да? И она... У нее была сложная операция. Там ей трансплантант ставили. И потом плохо, надо признать, прошла операция. Все шло, выздоровление шло плохо. Потом все это удалили. Ну, операцию сделали. И вот, представляете, два года вот так вот все, к сожалению, продлилось. Ей и сейчас-то всего 21 год, представляете? А мы прекрасно с вами помним, какой был дебют этой спортсменки Мелани Меяр. Прекрасно знаем ее брата, который выступает постоянно в Кубке мира. Брат и сестра. Они одновременно почти появились на таком серьезном небосклоне горнолыжном. Ну, вот у Мелани такая получилась очень тяжелая история. И вот сегодня после... Ну, да, посчитайте, два года. Два года она пропустила. Я думаю, что за Меяр, вот независимо, кто за кого болеет, друзья, я думаю, за Меяр всем нам надо поболеть, потому что два года пропустить, да еще, видите, с различными операциями, это, конечно, тяжелый для любого спортсмена момент. Мелани Меяр будет стартовать 21-й. Ну, видите, ее сохранили рейтинг, не давали штраф, потому что есть такое правило, понятно в Кубке мира, что пощадить человека, который после тяжелой травмы возвращается. Алин Даньо. Еще одна швейцарка. Пытается, ну, на десяточку, наверное, хотелось бы ей поработать. Не хватает немного. Алин Нескосотых до 10-го места. Десятого у нас, кстати, Гальхубер на данный момент. Две австрики перед ней. Ну, вот здесь, да. Казалось бы, такая девушка стройная, легкая. Ну, тяжеловато было сбои, да. Вот тут пришлось тормозить практически, чтобы возвращаться на линию. Ну, еще одна канатка. Эрин Мельцинский. Опытная спортсменка, 29 лет. Эрин. Никак не может вернуться. А ведь, друзья, в 2015-м сколько уже прошло? Скоро будет 5 лет, как у нее была победа на этапе Кубка Мира. Ни много, ни мало. Но, вот видите, после того серьезного успеха откатилась далеко назад. Опять возвращается потихонечку. Видите, она и не в сильнейшей группе стартует. Эрин Мельцинский. Хотя потенциал, конечно, у нее до сих пор остается. Ну, иначе как бы она выиграла, да, этап, не будучи сильной спортсменкой. Но ее уровень так и остается. Затормозилось развитие, это уж точно. У Мельцинский в районе 15-х позиций. Минна Хольтман. Это уже 19-й у нас номер. Ну, наверное, лучше, если брать норвежек, к началу сезона именно у Хольтман. Здесь абсолютно все понятно. Правда, не в этой дисциплине. Мы видели ее вчера. И вчера она, конечно, опять в очередной раз была очень хороша в гиганте. С лалом у нее немножко отстающая дисциплина. Здесь ей пока бы за десяточку побороться. Это было бы уже хорошо. Ну, вот 12-й результат на отрезке. Видите, тоже немножко не хватает. Ох, секунда уже появилась. Секунда это много. На отрезке, я имею в виду. Если бы это было на тинише, то это был бы неплохой результат. Вот она хотя бы более-менее. Вы знаете, вот хотел бы ее хотя бы отметить по финишу. По финишному отрезку. Ну, по крайней мере, идеально, но хотя бы старалась накатить на самый финиш, разогнаться максимально Хольтман. Вот до этого бы не было парочку ошибок. И, глядишь бы, может быть, тоже до десятки дотянуло. О, каком, из какого подседа пришлось уходить. Выскакивали буквально лыжи. Ну, понятно, лыжи, карвинги, естественно, очень коротенькие. И ими надо, конечно, очень умело. Если только теряешь, особенно с пяток, они норовят выскочить из-под тебя. Ну, видели даже сальто иногда в таких ситуациях. При полной потере контроля, как говорится. Эмили Викстрюм. Вот спортсменка, которой тоже выдавались. Огромные авансы. Эмили Викстрюм. Говорили, что это 100% вторая Фрида Хансдоттер в шведской команде. Но, друзья, вот по разным, как говорят, причинам, как говорят шведы, сами Эмили Викстрюм звездой так и не стала. Хотя 27 лет ей, это, в общем-то, до 30 вполне может, наверное, наступать. Но на таком не очень высоком уровне. Может быть, сегодня. Нет, и сегодня вряд ли Викстрюм что-то сделает. Но вот видите, друзья, и вроде бы и трасса, и погода. Просто идеальные условия сегодня. В Линце. Но даже в таких идеальных условиях опытные спортсменки, как Викстрюм. Но ничего, ничего интересного. Две с половиной секунды – это совсем плохо по сегодняшним соревнованиям. Ну, а вот Мелани Мияр, друзья. Я уже заранее вас ввел в курс дела. Посмотрите. Надпись на экране возвращается в Кубок мира после огромной, ну, тут было написано, после просто паузы, вызванной травмой. Ну, я вам напомнил, что это два года паузы. И, к сожалению, неудачная там операция, которую пришлось фактически переделывать. Ай-яй-яй, обидно. Ну, сошла. Схватила флаг, по-моему, Мелани. Бывает. Ну, не будем ее сильно ругать. Вот, вот, вот здесь хорошо было видно. Да, цепляет флаг. Ну, понятно, давно чувства. Мало было еще тренировок. Чувства пропали все. То, что было два года назад, уже не вспомнить трудно. Ну, пожелаем ей здоровья. Пожелаем ей здоровья, безусловно. И пожелаем, чтобы вернулась хотя бы для начала на свои позиции. А позиции у нее были на удивление для 19-летней девочки уже хорошие. И Метта Хроуд. Они, кстати, ровесницы с Мэйяр. Ну, вот видите, как судьба складывается, да. Метта, она, видите, слава богу, жива, здорова. Она в прошлом году выиграла чемпионат мира среди юниоров с лалами, да. Все вот так, по ступенечкам. А вот у Мэйярова абсолютно другая, неприятная была ситуация. Так. Ну, что, может быть, провод хотя бы внесет такую живинку какую-то. Согласитесь, не хватает, да. Вот немножко в женском с лалами. Достаточно большая разница в мастерстве у спортсменок. И вот когда сильнейшая группа проходит, как бы и соревнования почти заканчиваются, да. Ну, Метта тоже, ей уровень десятки было бы неплохо для нее. Нет, пятнадцатый не самый хороший результат для Метты. Так, друзья, ну, у нас, наверное, будет очередная пауза, запланированная заранее. А я смотрю на протокол. Да, все-таки мы вернемся и посмотрим еще несколько очень приличных спортсменок. Всех, конечно, ну, никак мы не увидим. Я вам уже напоминал, что у нас четыре подряд трансляции горнолыжных. И они, конечно, немножко по времени ограничены. Иначе бы мы просто что-то самое главное бы с вами не увидели. Ну, вот в первых, в рядах лидерах абсолютно у нас ничего не меняется. И все-таки делаем небольшую паузу. Возвращаемся в Ленинск. Продолжается наша прямая трансляция. Остается буквально 10 минут, друзья. Потом мы с вами перейдем достаточно быстро на соревнования мужчин. Я напомню, что через 20 минут старт в Борме. Там у мужчин первая в сезоне альпийская комбинация. Очень интересные события предстоит нам увидеть. Ну, а пока у нас продолжение первой попытки с Лалома. И здесь Эстель Альфан. Эстель Альфан, набирающая форму. В начале сезона шведка выглядела не самым лучшим образом. Посмотрим, кто-то, может быть, здесь вот из третьего десятка какой-нибудь сюрприз преподнесет. Ну, вот видите, у Альфан, ну, старт, по крайней мере, стартовый отрезок. Да, хотя он более-менее короткий, на 12 секунд. Но все-таки она на уровне шифринта может идти. А дальше, дальше начинается все как обычно. Держится, держится. Ну, что, надо смелее. Ну, понятно, что шифрин – это огромный авторитет в женском с Лалами. Но почему бы все-таки не бороться-то в таких прекрасных условиях? Трасса не разбита. Погода идеальная. Остается буквально немного, да, неплохо делает все Альфан. Ну, опять, видите, вот как угасают девушки многие, да. До полтрассы, вернее, даже, я так скажу, две трети трассы она шла на уровне вылковой шифрин. Вот отрезок у нее был на 38 секунд. Она проигрывала 20 соток, всего 20 соток, практически как Волхова. А затем полторы секунды на финише, на нижней части. Хотя нижняя часть, не сказал бы, что она настолько сложней. Молдсон, ну, вот посмотрим, мы видели, как по рации шифрин передавала настойчиво, требовала, можно сказать, от подруги по команде, требовала исполнить все. Ну, вот видите, Молдсон хотела оправдать ожидания и тренерские, и, конечно, ожидания и той же, может быть, Микаэлы, чтобы ее поддержать. Но, да, вот, кстати, слишком она тут, вы знаете, вот с Лалами бывают такие ситуации, когда спортсмен начинает идти выше того темпа, на который он способен. Ну, вы понимаете, да, на тренировках определенный темп, вот, близкий к максимальному, он отрабатывается, да. И вот то, что чуть-чуть выше, это уже за гранью риска, да. Вот то же самое с американкой. Стартовала первые ворота нормально, все, а потом решила, что вот все у нее получится, и давай еще быстрее. Ну, перешла ту самую грань своих возможностей. И сейчас шведка Сара Хектор. Так, смотрим, мы уже говорили о том, что 70 спортсменок. И вы знаете, я вот заглядываю во вторую часть стартового протокола, и вы знаете, обратил внимание на что, вот, маленькое представительство из стран Восточной Европы, в Слалами. Ну, в скоростном спуске там понятны нам причины, мы об этом говорили. А вот почему Слалами, я вот помню прекрасно, да, неплохие девочки из Латвии появлялись, из Польши, Болгарии. А сейчас никого нет, есть только одна россиянка, Екатерина Ткаченко, и белорусская Мария Яшканова. Ну, обоих мы прекрасно знаем, к сожалению, у них таких результатов нет в последнее время. А вот из многих стран просто нет уровня спортсменок, которые могли бы, получается, на Кубке мира выступить. Вот это сокращение географии тоже. Зато вот другие страны, они так вот стоят. Новозеланка появилась, появилась спортсменка новая из Финляндии, из Хорватии, из Чехии новая девочка. Я смотрю, будет стартовать последний молодая Тереза Нова. Интересная фамилия Нова. Пойдет последний. Ну, вот такое вот отступление. В общем-то, действительно, это немножко удивляет. Потому что Слаалом, как в странах Восточной Европы, зачастую был на очень приличном уровне. Ну, в общем, если считать Словакию за страну Восточной Европы, то там он по-прежнему на высоком уровне, да? Потому что там Петра Вылхова. Еще одна немка Марина Вальнер пытается. Ну, как Лена Дюр, то ей пройти будет трудно, потому что Лена Дюр на высокой немка позиции, на шестой. А Вальнер... Нет, нет, это уже далеко. 21-я позиция для Марины Вальнер. Пару таких тревожных ситуаций было чуть ли не на грани схода. Мы видим у немки Кяра Майер. Маир. Наверное, вот, естественно, будет произносить правильно. Потому что Майер, фамилия в разных вариантах, знаете, очень часто. И в Северной, и даже Италии, в Тироле, да? И вот в Австрии встречается, там разное написание бывает. Ну, и произношение немножко по-другому. Матиас Майер современный. И, да, тоже там одна буква по-другому пишется. И если сравнивать с тем великим Майером, который выступал и побеждал всех в 90-е годы. А тут тоже другое написание Майер. Если уж так чисто по-немецки, как видится, как пишется, так и произносится, как правило, на немецком языке. Нет, все это было так. Может быть, визуально-то было и неплохо. Вот Петр Шрекс-Надель был у нас на экранах. Президент Австрийской лыжной федерации. Визуально, может быть, и не так уж плохо смотрелось. Но по времени ничего. Продолжает соревнование у нас Маринск-Юлт. А вот посмотрите, еще одна спортсменка, которая, я считаю, абсолютно не раскрыла свой потенциал. Когда она появлялась только в первом составе и потом выступала на Кубке Европы, ну, просто иногда соревнования выигрывала даже с отрывом. Мы помним, Скьёлт. Потом попала в основной состав. И, вы знаете, не пошла. Вот разные примеры бывают. Даже в таких сильных командах, как Норвегия, да, мы видим это. Причем техника изменилась у нее не в лучшую сторону. Я, кстати, вот примерно похожая ситуация. Я также и по россиянке Ткаченко наблюдал. Обе девочки, и Ткаченко, и вот эта Маринск-Юлт, они, я считаю, три года назад были сильнее. И ездили правильнее. Правильнее постановка была, и работа ног была другая. Сейчас корпусом и та, и другая заменяют. Не знаю, видит это, должен видеть тренерский состав. Ну, вот посмотрите на Скьёлт. Это как раз то, о чем я говорил. Она два года назад была намного сильнее. Почему она теперь делает все неправильно, я не знаю. Может быть, там какие-то секретные причины или что-то, но стало хуже ей здесь. Магдалена Фиальт с трем. Еще одна шведка. Ну, шведок-то по-прежнему, команда по размерам достаточно приличная, много достаточно участниц, но уровень уже не тот, согласитесь. Да, как это было, когда Мария Петель и Холмар в лучшей форме была, завершившая карьеру Фрида Хансдоттер. Тогда был, конечно, уровень сейчас упал немножко. Ну, как раз и потому, что спортсменки, которые были тогда, подпирали, казалось бы, Хансдоттер должны были. Да, вот не оправдали свои надежды, я вот имею в виду в первую очередь и Викстрюм, которую мы видели, и Фиальстрюм, вот она на трассе. Есть еще сейчас Ильва Штальнаки, да, Ильва Штальнаки, которую тоже третий год подключают шведы и тоже бы должна. Они все, девушки-то, не такие еще, уже с опытом. Ну, вот видите, три секунды для шведской соломистки, это, конечно, много. Это, конечно, много. Это лишь 24-е место, а еще и непонятно, какое будет, когда все отстартуют. А вот австрии, молодежь, конечно, зачастую прогрессирует неплохо. Грич. Молодое, новое дарование из австрийской команды. Уже 22 года, и отдельные, вот именно отдельные выстрелы мы видели, да, где-то там на полтрассы или одна попытка, хорошо. А вот, вот, кстати, о чем я говорю. Видите, опять у нее отличный старт, и со старта как сильнейшая уходит, не проигрывает ничего, а потом вот нестабильный сход. Ну, опять же, неопытность тоже влияет. В данном-то случае она флаг схватила, но, в принципе, поражение, оно и есть поражение, да, упал, флаг схватил, да все, что угодно. Это все равно одним словом называется. Поражение. Никаких изменений у нас в первой десятке. Тридцатка отстартовала, мы сделаем небольшую паузу, потом короткое подведение итогов. И, конечно, мы сделаем небольшую паузу, потом короткое подведение итогов. И потом переходим на мужчин. Возвращаемся в Линз, уважаемые друзья. Продолжается первая попытка с Лалома. Ну, и мы, конечно, не могли завершить трансляцию, не посмотрев на выступление Федерики Бриньоне. Согласитесь, друзья, в хорошей форме спортсменка и в различных дисциплинах показывает серьезные результаты. Бриньоне, она в общем зачете Кубка мира на второй позиции. Ну, и еще, может быть, с Лаломи сможет что-то сегодня. Побороться. Почему бы нет? Хотя для Слалома, конечно, номер далековатый. 31-й. Все-таки у Бриньоне у нее нет еще хороших рейтингов очков, но мы видели уже, что она и с Лалом, в принципе, ходить на серьезном уровне умеет. Ну, не видите, не самый большой у нее проигрыш. Некоторые чистые специалистки с Лалома проигрывали вот на отрезке уже и по секунде. Да, Бриньоне вот держится пока на таких позициях. И что будет на финише? Давайте смотреть. Ну, вот 14-й результат у Бриньоне. Не блестящий, конечно, но все-таки на уровне для того, чтобы набирать хорошие очки. А это ей, конечно, необходимо. Еще раз повторюсь, Бриньоне борется за общий зачет. Она об этом и сама говорила, и тренеры говорили, итальянские, что ставят для нее такую задачу. Так что пока Бриньоне, согласитесь, справляется с этим. Ну, тут болельщиков нам показали, друзья, тут мы как на первом плане были словаки, да? Явно видно, словацкая символика, поклонники Петры Вылхова. Ну, а мы сейчас одновременно вам показываем и лидера с Лаломи слева на экране, а справа у нас уже Борнил. Но Бормио такая же прекрасная. Мы видим погода, как и здесь в Ленце. Все отлично, все готово к соревнованиям. Ну, что ж, первую трансляцию сегодняшнюю мы завершаем. Режиссер у нас сегодня Андрей Козлов, комментатор Владимир Андреев. Но мы с вами не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова